Валерия Проняшина 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 Возможности электронных глаз Распознавание купюр, чтение текстов, сканирование штрих-кодов Прибор непростой в обращении, поэтому обучает людей его использованию Валерий по одному Та разработка, которая оказалась у нас в руках, она очень подсказывает Находясь в военном городке Кубинка-10, где не был 20 лет Получил информацию, где находится КПП, где находятся памятники То есть передвигаться, не помня, где находятся даже дома, учреждения, очень великолепно Конечно, главная цель Валерия Проняшина – не получение премий Основную свою задачу он видит в том, чтобы еще раз обратить внимание на недостаточное участие общества в решении проблем инвалидов по зрению Сегодня мы посмотрели, как происходит процесс обучения Как Валерий знакомит людей с новыми программами этими Ну и естественно, об этом мы бы сегодня и хотели бы поговорить Об этом, конечно, стоит узнать Валерий, начну с вопроса о том, насколько необходима та работа, которой вы занимаетесь Я думаю, что необходимость ее очевидна для всех, но тем не менее степень ее важности, я думаю, понимают немногие Вот скольким людям приблизительно в нашем районе, в нашей области такая помощь, такая поддержка, которую вы оказываете, нужна и необходима? Во-первых, мне бы очень хотелось сказать тем людям, которые сомневаются в необходимости данных усилий и так далее Просто попробовать завязать себе глаза и почистить завязанными глазами картошку и походить по квартире Попробовать и посмотреть, что это такое, жить в мире без зрения И кто-то не знает вообще, что существует такое общество слепых у нас И оно оказывает помощь, может оказать помощь какую-то информативную К сожалению, материальную помощь оказать мы не можем в связи с отсутствием финансов практически А информативную помощь мы оказать вполне по силам и можем И оказываем мы ее Валерий, что касается тех программ, которые используются сегодня Я несколько лет слежу за развитием этого программного обеспечения Понимаю, что оно становится все более и более совершенным Вот что касается программ, которые сегодня наиболее актуальны для слабовидящих, для незрячих И еще продолжение, достаточно ли сегодня незрячие информированы о наличии таких программ, которые могут им помочь Сейчас для незрячих вообще доступно очень много программного обеспечения Во-первых, начнем с того, что незрячий человек, тотально слепой, может сейчас работать за компьютером Используя программное обеспечение следующее Это JAWS for Windows Значит, эта программа стоит 17 тысяч рублей платная Или NVDA Это бесплатная программа распространяется Называются они, в общем, это скримридеры То есть со скримридерами любой незрячий человек может работать за компьютером Вот, я являюсь сертифицированным преподавателем компьютерных технологий То есть на это у меня есть соответствующий сертификат То есть я окончил курсы в институте Реокомп Получил сертификат И здесь мы уже две группы выпустили Вот именно вот здесь, в библиотеке номер 2 Это по вокзальной улице Здесь компьютерный класс И здесь вот я провожу обучение Так что, ну кто незрячий Кто у нас в обществе не состоит И особенно молодежь Пожалуйста, обращайтесь к нам Мы вас обучим Дадим программы Программное обеспечение И научим работать на компьютере И не только Мы, значит, в прошлом году Я защитил номинацию премии Губернатора Московской области По GPS-навигации для незрячих И по сенсорным смартфонам То есть вы можете использовать телефон Телефон может у вас разговаривать То есть с вами общаться И все тоже Пожалуйста, обращайтесь к нам Мы вам поможем Все Если нужно, я вам перепрошу и телефон И он у вас заговорит И все-таки Достаточно ли сегодня Слабовидящие и слепые Информированы о том, что существует Большое количество программ Которые могут облегчить Их жизнь И вот здесь, в этом направлении Не надо ли усилить Работу именно по-просветительскую Скажем так Я чисто случайно узнал О существовании Вот компании Ориенси И которая производит Вот эти вот навигаторы И с этими С волшебными, грубо говоря Очками Вот Чисто случайно узнал То есть информации Практически Для нас Для слепых Что есть Как есть Не доводится Никаким образом Очень бы хотелось Чтобы Ну Во всяком случае Если в районе Завести какую-то Единую справочную службу Чтобы какой-то человек Занялся И То, что касается Вот незрячих Техники Которая выпускается Для незрячих Какой-то Лист Что ли Выпускал Рассылку Например Сделали Ну Очень бы хотелось Чтобы администрация Немножко подсуетилась На эту тему Вообще-то Лучше Если бы по всей России Это было сделано Но Мы Хотя бы здесь По району Если можно было бы сделать Я готов Так сказать В эту программу Вливать свою информацию Какая у меня есть информация По поводу По техническим средствам Реабилитации Какие доступны Вся Вот для незрячих Я готов Оказать Померную Посильную помощь Тут можно добавить Что информация Мы между слепыми Общаемся Но зачастую Не хватает средств Для приобретения Таких Устройств Вот поэтому Они стоят Конечно Не копейки Существенная сумма Где нам Помогает Администрация Района Города Поэтому Хотелось бы Попросить Всех Глав Поселений Помогать По возможности Встречаться С сопредседателем Общества Слепых Со слепыми Вести диалог В доступной Среде Валерий Ну и еще Еще раз В нескольких словах Опишите Вот тот алгоритм По которому Вы работаете С теми Кого обучаете Как именно Проходит Вот этот Процесс Обучения Я так понимаю Что опыты Какие-то Наработки Уже есть Которые Из раза в раз Применяются Кроме Того Что Я уже говорил Что я являюсь Лицензированным Преподавателем Компьютерных Технологий Кроме этого Я еще Я являюсь Официальным Бета-тестером Компании Элект-Джест Которая Выпускает Тифло-флэш-плееры Для нас Для незрячих Для прослушивания Говорящих книг Вот образец Вот в частности Вот один Лежит Вот он Компания Элект-Джест Тифло-флэш-плеер Воспроизведение Елена Звездная Будь моей ведьмой Серия Терра Книга Вторая Вот Он позволяет Нам прослушивать Аудиокниги В криптозащищенном Формате В МП-3 формате И много-много Чего Еще удобного В том числе Выход в интернет Обеспечивает Вот И Значит Ну как Как я преподаю Ну во-первых У меня Богатый опыт То есть Юрий Николаевич Мельчаков говорил Я подполковник В отставке То есть офицер Закончил службу Начальником Инженерно-радиолокационной Службы Дивизии Противовоздушной Обороны И Мне Вот за время Службы Все время Приходилось Там преподавать И Офицерам И Солдатам И так далее То есть Опыт Богатый В преподавании Есть И Так сказать В 99-м 2000-м Году Я ездил В Африку В Эфиопию И В Анголу И Там Преподавал Именно Вот Современную Боевую Технику Для Так сказать Африканцев То есть Поэтому Опыт Есть То что Удалось Объяснить Африканцам Нашим белым людям Объяснить Проще Да Да То что Им удалось Объяснить Нашим Проще Объяснять И Занимаюсь Вот тут Записываю Книги То есть Обеспечиваю Так сказать Книгами Нашего Общества Сколько вообще Занятий Необходимо Для того Чтобы человек Начал Разбираться Ну Это Во-первых Зависит От Самого Человека От Уровня Его Первоначальной Подготовки Ну Давайте Возьмем Средний Человек Вот У нас Есть Маркилов Юрий Алексеевич Значит Его Может быть Вот Ваши зрители Многие знают Он массажистом В первой поликлинике Работал Ему 65 лет Сейчас И Он Вполне Вот Современной Техникой Вот У него Значит Он Владеет Компьютером То есть Я его Обучил Владеет Сенсорным Смартфоном То есть Обучил И Обычный Смартфон Вот Кнопочный У него Есть То есть Три Аппарата Который Нам С помощью Городского Поселения Одинцова Гусев Александр Альбертович Вот Который Нам Закупил То есть Он Ими Владеет Полностью И Срок Обучения Ну Основным Базовым Так сказать Знанием Было Достаточно Порядка Месяца Несмотря На возраст Он Подхватил Эти Знания Несмотря На возраст Я еще раз Говорю Ему 65 лет Вот Это Показатель Ну Естественно Молодежь Она Быстрее Схватывает Валерий Если говорить О направлениях В которых Сегодня Развивается Специализированная Техника И программное Обеспечение Именно Предназначенные Для Слепых И слабовидящих А есть ли Какие-то Интересные Технические Новинки На подходе И Может быть Уже сейчас Можно говорить О том С чем В следующем Году Будем выходить На премию Наши Подмосковья Ну Сейчас На данном Этапе Пока Новых Технических Разработок Нет Вот Самая Последняя Разработка Это Вот 202 Плеер Компании Элект Для слепых Слабовидящих И Вот Вот Этот Аппарат Но Это Сейчас Сразу скажу Это не новый Уже на подходе Третьей версии Аппарата Который На 25% Легче И на 25% Меньше Директор Компании Ориенция Пообещал Что нам Вот эти вот Аппараты Бесплатно В начале Следующего года Поменяют Вот на Третью версию У него Уже Веб-камера Уже Встроенная Будет В аппарат Веб-камера Будет позволять Во-первых Купюры Определять Текст То есть Вывески Читать Штрих-коды QR В магазин Пришли Товар взял И этот Он мне прочитал Штрих-код Что это за товар Что касается Взаимодействия С органами местной власти Органами местного самоуправления В нескольких словах Вы уже об этом Сказали Что еще Вообще По вашему мнению Валерий Нужно предпринять В нашем районе Может быть В нашей области Для облегчения Жизни слепых И слабовидящих людей В каком направлении Отдвигаться Очень хочется сказать Огромное спасибо Гусеву Александру Альбертовичу Вот Со всеми нашими просьбами С чем бы мы ни обратились Мы ни разу От него не слышали Слова нет То есть Он всегда нам помогал Огромное ему спасибо И низкий поклон От нас И очень хорошо Вот Помогает нам Караваева Наталья Вячеславовна Это Заместитель главы Администрации района По социальным вопросам Очень хотелось бы Наладить Прямой Канал связи С администрацией Одинцовского района По вопросам Доступной среды Именно для решения Скорого решения Проблем Которые возникают По доступной среде Для инвалидов По зрению Валерий Вот Вы уже второй раз Будете участвовать Участвуйте уже В соискании премии Губернаторской Наши Подмосковья Ну Во-первых Какие впечатления Остались от прошлого года Хотелось Чтобы вы поделились А во-вторых Все-таки На мой взгляд Третье место Да Третья премия Это не совсем Достойная Адекватная оценка Тех усилий Которые вы прикладываете Соответственно Я думаю Что В этом году Наверное Все-таки Место будет В более высокем И более достойном Рассчитываете ли вы Сами на это В этом году Во-первых Изменились условия Проведения Конкурса Значит И я Вот в этом году Рассчитываю Если не на первую То хотя бы На специальную Премию Почему? Потому что Очень бы хотелось Чтобы вот этот вот Аппарат Устройства Орнови И Орсеви В соответствии Со 181 законом Губернатор Губернатор Московской области Все-таки Включил В перечень Технических Средств Реабилитации Для инвалидов По зрению Московской области Я в проекте Так и писал Цель проекта Именно для того Чтобы губернатор Московской области Обратил На это внимание И включил Вот эту вот Технику В перечень Технических Средств Реабилитации Для всех Жителей Подмосковья Я вообще-то В премии Участвовал Не за деньгами А для того Чтобы Так сказать Заявить Что есть инвалиды По зрению Что вот Есть такие проблемы И каким образом Мы их решаем И чтобы Хотя бы Каким-то образом Нам оказывали Помощь в этом плане Ну и как вот Валерий На ваш взгляд Изменилось ли Хоть немного Отношение К существующей Проблеме После того Как вы Участвовали В этой премии Губернаторской В прошлом году Вы знаете Среди простых людей Вот Хожу по улице Ну Люди видят Что человек Незрячий И во всяком случае Подходит И спрашивает Вам помочь Вам куда нужно То есть Вообще На улице Я стал Лицо Очень узнаваемое Во первых И по собаке Потому что Собака такая Одна у нас В Одинцово В городе И люди Вот Смотрят Ваш канал Так сказать Меня узнают И спрашивают Что помочь Где Как Валерий Ну Насколько я понимаю Существует Определенный Тоже Регламент Проведения Премии Наши Подмосковья Большое Достаточно Значение Имеет То Как Посетители Интернет Портала Как Жители Московской Области Голосуют За тот Или иной Проект В интернете Когда Заходить На портал Премии Наши Подмосковья Когда Голосовать За ваш Проект А уже Можно Заходить Сейчас Проект Там Выложен Нашеподмосковья Точка РФ Заходите На сайт Регистрируйтесь И пожалуйста Ищите Либо по фамилии То есть Проняшин Валерий Юрьевич Меня Мой Проект Ищите И пожалуйста Голосуйте Все Там Там все Описано Да Там все Описано Валерий Спасибо Огромное За то Что Согласились Сегодня Стать гостем Нашей Программы Спасибо За интересную Информацию Ну и со Своей стороны И со стороны Я думаю наших телезрителей Одинцовских Могу смело Думать Что они ко мне Присоединятся К моим пожеланиям Желаю вам конечно Только победы И самых высоких мест В премии губернаторской В нашей Подмосковье Специальной Ну а лучше Первой премии Потому что я думаю Таких проектов В области Немного Спасибо Я напоминаю Что сегодня Мы были в гостях У номинанта Губернаторской премии В нашей Подмосковье Валерия Проняшина На этом мы с вами прощаемся Всего доброго До новых встреч на канале ОТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok